Девушки отдыхают Свои права на дворе масленица И мы выбрались на природу Для того, чтобы, во-первых, отпраздновать этот день Ну, а во-вторых, у нас сегодня целая объемная программа Вот видите, Женя, даже при барах Уже в программе, уже в моменте, как говорится Нужно провести зиму Мы расскажем о легендах, о традициях Поищем вместе первоцветы Потому что это вестники весны Попробуем их найти даже в такую нелетную погоду О, кричат, уже что-то нашли В общем, будет интересно, будут традиции Будут конкурсы и будет особенный гость Да, дело в том, друзья, что У нас завелась такая неплохая традиция Выезжать вместе с нашими зрителями На этот раз с нами огромная компания Сегодня путешественников, любителей Которые постоянно выезжают вот так вот на природу И мы сегодня вместе с ними Здесь будем искать первоцветы И вместе с ними изучать традиции нашего края Женя, побежали там уже что-то нашли Побежали Нашли, да? Ага Что это вы нашли? Адонис? 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 Не знаю, какой это Адонис Кто знает что-то об Адонисе? Нам рассказывали Мы знаем, что их нельзя срывать Как нам сказали Только фотографировать И мы послушались Там легенда какая-то была Про то, что его убили Это про него, да? Короче, это все умерли Царство мертвых Грустное, там вообще все умерли Но он был слишком красивый Поэтому И какая-то богиня попросила, чтобы его вернули Ну, бог богиня И он так на короткое время появляется на земле иногда В общем, все умерли Да Это то, что я запомнила Женя, нужно поправить немножечко конструкцию Адонисе Потому что я смотрю Разноплановые сведения у наших экскурсантов Получается, у каждого первого цвета есть своя легенда И каждая легенда так или иначе связана с кровью Ну, подснежник мы знаем, да Весна, капля крови Адонис, это Знаете, это Игра престолов произошла в Греции Там поспорила Афродита И очень красивая девушка Она была женой Дочкой гритского царя И Афродита приревновала к ее красоте Она ее изгнала Девочка скиталась Но родился сын Адонис И Афродита как-то увидела этого Адониса Он очень был красивый Она пожалела, что сгубила жизнь его матери Она его пригрела Но Бог войны, Арис Приревновал Адониса к Афродите Он превратился в дикого вепря И убил на охоте Адониса Адонис погиб И отправился в царство мертвых Афродита попросила Зевса Ну, очень красивый юноша Нельзя его прятать в царстве мертвых Тогда Зевс сказал раз в год Адонис весной будет выходить на поверхность То есть появляться как первоцвет Мы сможем им любоваться А потом он опять назад уходит в землю Слушай, я вот вспоминаю первое свое впечатление Когда я познакомился с античными мифами Которые, ну, все маленькие дети читают Как раз веселую сказку Вот только Ни разу не веселые эти сказки Вообще не веселые Столько ужаса, трагедии, кровищей Это мы все моменты опускаем тогда Мы превращаем это в сказку Говорят, да Кстати, а вот там нашли Крокус И по поводу него тоже есть своя легенда Юноша по имени Крокус Соревновался с Богом Гермесом В метании диска Ну, мы-то с вами, читая эти мифы Уже давно знаем, что, ну, не надо соревноваться с богами Но Крокус этого не знал И он получил диском в лоб И погиб Ну, а все, что от него осталось Вот растет сейчас, произрастает В виде таких вот красивых маленьких цветочков Которые еще в простонародье известны как шафран И сегодня мы уже видим здесь Несколько таких вот шафранчиков Которые произрастают на этих склонах Но собирать их нельзя Первые находки Да, вот первый Крокус вышла команда Вот команда, что значит сила, а? Ну, Крокус Крокус беленький Друзья, один из наших сегодняшних экскурсантов Прибыл очень издалека Эрик Прибыл из Франции Из Марселя, если не ошибаюсь, да? Вот И его очаровательная переводча Алена Нам сегодня поможет беседовать Потому что я, честно говоря Даже сейчас не буду пытаться бить в грязь лицом По поводу лингвистики Самый главный вопрос Который наверняка Эрику уже не раз задавали Что его привлекло в нашем крае И почему он приехал именно сюда? Много причин есть на это? Добро Это давно, что я интересуюсь в мире русских Я уже долго интересуюсь русским миром Я долго оставался дома И, возможно, я даже стал ленивым Видимо, из-за карантина То, что я долго не мог путешествовать И я пришел Потому что я хотел учить русский Он приехал, чтобы изучать русский Потому что он думает просто как туристам Но не так интересно Если не изучать русский То есть интереснее приехать и изучать русский язык И так как Россия закрыта Есть только несколько стран, где говорят по-русски И Пленистров в том числе Поэтому он сюда приехал А откуда тогда взялся такой же больший интерес к русскому К русской культуре? Да, и почему вы интересны русскому и русскому языку? Для него она другая То есть это катастрофа То, что показывают, представляют Так как Эрик считает, что для Франции И вообще для западных стран Очень важно увидеть русский мир, Россию И увидеть своими глазами Так как история, то есть есть много параллельных вещей и близких И поэтому очень важно изучать историю друг друга Ну хорошо, давайте тогда сейчас погуляем Немножечко по вот этим замечательным пейзажам Несмотря на то, что сегодня не самая лучшая погода Но тем не менее, даже мне, выросшему здесь Очень нравится гулять по этим склонам А потом все-таки мне хочется задать еще пару вопросов В частности, что же увидел Эрик того, чего не показывали по телевизору Но к этому мы давайте вернемся немножко позже На самом деле не только первоцветы стали нашей целью Едва поднявшись на один из холмов Наши путешественники мгновенно забыли про ботанику И погрузились в созерцание природы Это окрестности села Дайбаны Примерно час езды от Тирасполя Как это самое? Все рвутся за границу? Почему? А мы не знаем совершенно свой край Какая же красота у нас здесь Вот прям смотришь и дышишь, видишь Какая же это красота Это просто кайф Очень с вами солидарен Всегда от души радуюсь за людей, которые отрываются от диванов, отрываются от телевизоров для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы любоваться красотами родного края своими глазами Ну а у меня сегодня возник другой интерес Потому что с нами здесь представитель другого мира и другой цивилизации Как я уже говорил Хочется посмотреть на наши края и на нашу страну его глазами Но то, что я о нем узнал уже очень интересное Вдумайтесь, друзья Человек, который не просто путешествует, а изучает чужую культуру, изучает чужие страны И при всем он мне признался Он хочет в оригинале читать, например, книги Достоевского Вот особенно хочется об этом сказать нашим тиктокерам Которые, в принципе, сейчас больше увлекаются тем, что показывают в интернете И показать просто человека, который изучает чужой язык для того, чтобы читать литературу, так сказать, в оригинале Но у меня к нему вот есть такой вопрос Мне прямо интересно Как же он сможет на него ответить? Помимо того, какие у нас тут замечательные люди Вот сейчас многие наверняка так вот задумались А где-то даже ухмыльнулись Всегда вот хочется заглянуть в глаза иностранца и спросить А что вам у нас вот не нравится? Интересно, насколько искренне он сможет ответить на это? После того, как мы в Дайбанах пособирали первоцветы Ну, точнее, пофотографировали их Потому что решили все-таки не беспокоить местную флору Мы перебрались в село Роги Вот в этот выступ возле уже оставшего знаменитым бутафорского дома Посмотрите, какой великолепный вид отсюда открывается Но сегодня это даже не самое главное Сегодня самое главное, что здесь мы будем провожать зиму Здесь сегодня празднуют Масленицу И сейчас мы увидим, как это отмечают в Рогах Пройдем Заходите все сюда! Давайте, давайте, давайте ко мне сюда, сюда, сюда! Добро пожаловать в наше село Роги Мы очень рады, что выбрали именно наше село Добро пожаловать в нашем дворе У дома бутафории Где будем сегодня и петь, и танцевать, и веселиться, и чучело зажигать Обязательная часть праздничной программы Дегустация настоящих масленичных блинов В Свеции и Бельгии больше это связано с Бенами Но во Франции тоже есть, что он брыл Он брыл, он сжигает Сжигают как такого человека, который символизирует То есть это не как наша масленица, как вот эта баба, которая сжигает Но какое-то, как что-то, что символизирует тоже зиму То есть они тоже жгут? В Франции больше в Суиссе или Бельгии В севере, в Севере, в Франции, это карнавал Да, в Севере, в Франции, там карнавал Но в Франции, они не так называют Но в Франции, они не так называют Но, кстати, есть крепки, но раньше, это только после Нового года В феврале Да, но едят блины во Франции, допустим, в феврале Но это, допустим, как после Рождества Но это не одно и то же, как здесь едят во время масленицы Вот в феврале Ну, он же пробовал блины? Бузове манжел, декэп инженераль Ой, 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 бесъем, бесъем Тогда угощайтесь, пока там еще все не съели Да, спасибо Участие в конкурсе по скоростному поеданию блинов А, ну, видите, какая наша хитрость Нужно будет съесть 5 блинов и полстаканчика сгущенки Можно пробовать? Нет, не выпить с блинами, обмакать блинами и съесть Я вам скажу просто, что вы выиграете за участие в этом конкурсе Вы все 100% согласитесь Потому что вы выиграете целый слиток золота Я не шучу, могу показать Показывай Нет, спасибо Готовы участвовать? Еще кто-то идет? Мы можем участвовать или мы в никому пришли Еще кто-то хочет присоединиться к скоростному поеданию блинов? Вот самая глубокая глотка и позирающая пасть бендера Пожалуйста, Юрий, давайте к нам Женя, смотри, к самому Хорошо, своими же ручками Отбирайте себе 5 блинов каждый Набирайте Сейчас, сейчас мы дадим Раздайся, что ты просто голодный Открыт ли гаде Возьмите, пожалуйста, тарелочку Вот это, я понимаю, соревнования Вот это Олимпиада, да? Так Раз Каждому по стаканчику А на тебя стаканчик? Что-то будет добавлена сгущенка Вам нужно будет вымокать блины сгущенку И блины сгущенку И сгущенку Так, я вот вижу Конкуренты Я так думаю, что вот этот мужчина могучего телосложения может съесть не меньше, чем я и с такой же скоростью Кому надо, могу на блины, но стакану нужно отмерить Так, давайте, ладно, давайте так Вот каждому Вот так Один круг делаю Каждому делаю по кругу У меня стакан Стакан? Хорошо Я потом выплю Суббатная, сезмая, заселиться такая В среду свалил лаков и блина не угасит Можно я throw the apple? Так, сюда, как я понимаю, тройную порцию, да? Не жаль, ничего Хорошо, всё, что осталось выжимаю Это ж все потечет по бороде с Дайся Кемпийцовичем. Так, стоп, 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 стоп. Так, даем обратный отсчет. Побеждает тот, кто первый съест пять бюнов, покажет пустую тарелку. Готовы? Три, два, один, поехали! Юра! Юра! Так, Юра съел же первый блин. А Юль не отстает. Девочки молодцы, доедают первые блины. У Юры голодным два дня держали. Так, если я ошибаюсь, у Юры пошел же третий блин. Сережа, ты отстаешь. Жуй быстрее. Сережа, поел. Голосай, голосай, дожуй. Давайте, 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 давайте. Конечно, с моей стороны было нечестно выставлять свою кандидатуру на этот конкурс. Ведь соревноваться с опытным журналистом в поедании халявных угощений способны лишь некоторые представители фауны. Но как, скажите, устоять перед любимым народным лакомством и ударить в грязь лицом, когда можно его окунуть в сгущенку? Нужно чуть-чуть поднажать. Поддержим Леру аплодисментами, чтобы легче пошли в длины. Ну что ж, я думаю, что с гордостью нашему победителю, чемпиону, почетному будущему жителю города Бендеры, Роченкову Юрию, мы вручаем слиток золота прямиком из Украины. Аплодисменты, пожалуйста. Уже не зря приехал. Да, да, да. Ну, хоть что-то мы уверены. Так у нас второй победитель, Лера. Три, два, один, начали! А вот юным путешественникам во избежание неопрятных пятен пришлось лопать блины на скорость без сгущенки. Задача с плюсом. Лиля победила! Молодец! Аплодисменты Лилии! Сейчас Лиля дожует! Наши Лилии! Мы победили! Сестра не получила первое место, но зато Лиля отыгралась за нее, получает такую вот красочную статуэточку, которая будет напоминать ей сегодняшние поездки. Возьми, пожалуйста. Так, всем нашим остальным участницам мы дарим такие вот маленькие чучело-масленицы, которые можно будет сегодня сжечь. А вот здесь у нас находится чучело-масленицы. Это, наверное, главный символ праздника в конце масленичной недели. Чучело должно быть сожжено. Вот сегодня как раз в воскресенье. Вечером после праздника мы сожжем чучело и таким образом проведем зиму. Чучело-масленицы – это образ зимы, смерти древней языческой богини Марены, которая символизировала и зиму, и смерть. И вот ее сжигать, чтобы с ней распрощаться, и чтобы наконец-то пришла весна. Очень любопытный такой языческий элемент – это вот солома. Обязательно чучело должно быть набито соломой. Наши предки-славяне считали, что человек родился на соломе, да, умер на соломе, тогда вот перина – это все было большой роскошью. Поэтому вот солома, солома, она сопровождала человека от рождения до тризны, как говорится. Поэтому чучело здесь тоже набито соломой. И славяне древние не практиковали похороны в современном нашем понимании. Они практиковали кремацию, сжигали тело на костре. Поэтому вот это сожжение – это и есть отголосок того язычества. Мы как бы сжигаем чучело зимы, которое нам уже не нужно. И весело встречаем весну. Ну что, вот этот молодой человек, который стоит там возле чучела, назвал меня маленьким и хиленьким. Я при вас всех бросаю ему вызов и хочу вызвать его на дуэль. Женя, иди сюда! Я боль, подлый трус. Кто маленький, кто хиленький, а? Иди сюда, проверим. Снись, снись сюда, иди, да. Давай, давай, при всех, при всех, при всех, при всех, вперёд. Так, маленький, да, мы сейчас против потенок, так. Давай, маленький, давай, верим. Кто из нас маленький, кто из нас хиленький. Прости, кто из нас хиленький. А тебе? Нет. Два-три или сейчас? Раз, два, три! Мы победили! Я не виноват, что ты выпил из вар! Мы победили, мы первые добежали на палочке. Я, я сейчас позову свою команду, понял? Бой начинается. Вот такие игрища, в том числе и силовые, обязательно были на Масленицу. Вообще, в классической Масленице практиковался вообще кулачный бой. И там даже должна была пролиться кровь. Конечно, это был не смертельный бой, никого калечки нужно было. Но это было жертвоприношение, в том числе и весне. То есть, парни делились на две группы и дрались вот до первой крови. Старейшины следили за тем, чтобы никто никого не увечил, не покалечил. Потому что эти парни должны были совсем скоро начать пахать землю. И никто не хотел потерять, конечно, в деревне такого сильного молодца. Здесь, в современной Масленице, уже игрища тоже силовые. Вот перетягивание каната или вот петушиные бои, которые мы с вами можем сейчас наблюдать. Так что за правила, Жень? Правила петушиных боев? Да. Нужно встать на одну ногу. Левой рукой держим ногу. И плечом вытолкнуть противника за пределы круга. Победитель – вот кто вытолкнул противника. Прям с ума. Поехали! Давайте, 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 девчонки! Браво! Ну что ж, мы вручаем нашу птичку победительнице. Пожалуйста! Для тех, кто замерз во время охоты на первоцветы, гостеприимные роговчане приготовили настоящий извар. Такая молдавская версия всемирно любимого глинтвейна. Но его еще надо заслужить в масленичной викторине. Что такое блины с припеком? Я называю вариант, вы поднимаете руку. А. Подгорелые блины? Да. С припеком. Подгорелые блины. Хорошо. Б. Маленькие блины? Кто за маленькие блины? Никто. Б. Маленькие блины, в которых запечены какие-либо продукты. Какие у вас впечатления от того, что вы сегодня видели, и от праздника, и от тех краев, где мы сегодня побывали? Персонально, я очень-очень сенсибелью к шансу. Ему очень понравилось, особенно когда пели песни. Очень сильно коллектив, который он сам пел песни. И вообще, да, он очень, то есть, как бы с чувствами к этому отнесся. Что вам показалось интересным в нашем краю, в нашей стране? Что понравилось, и обязательно, что не понравилось, но только честно. То есть, Эрик берет, воспринимает все. Не делит то, что это неинтересно и неинтересно. Просто воспринимает так, как оно есть. В целом, все, что Эрику здесь интересно, это видеть отношения между людьми. И ему нравятся, в принципе, ему нравятся люди. Ему нравится смотреть, в чем есть разница между французами и русскими. Все, что он бы нам изменил, это чуть-чуть делать быть менее холодно, но чуть больше солнца. Вот, что бы он изменил. А, ну вам осталось подождать буквально пару дней. Погода исправится, и поверьте, вы увидите, насколько солнечно бывает этот край. А как вам в целом это путешествие? Я восхищенен. Инна, как вы думаете, насколько большое будущее у такого местного туризма, которым занимаются наши друзья? Реально, я думаю, что очень хороший потенциал, потому что это доступно, это действительно интересно, это безумно расширяет кругозор. И вот в этой короткой поездке ты успеваешь ощутить целый спектр эмоций и ощущений. Это изумительно. А вот что вы скажете нашим зрителям, которые сейчас будут смотреть это у экранов? Да поднялись и поехали быстро! Мы ехали вот заодно в поездок, в Валя Одынка, и это было уже поздно вечером. И знаете, меня еще такой инсайт посетил. Я поняла, что сейчас в автобусе собралось 25 любопытных живых людей, которым интересно, где мы живем, как мы живем, которые двигаются. Такое счастье быть живым. Супер! Еще одна традиция, которая связана уже не с Масленицей, а с Мерцешором, это повязывание ленты на дерево. Повязывая ленту, нужно загадать желание, оно обязательно сбудется в новом году. У нас получается такое замечательное дерево, все в лентах, все в желаниях. И это то, о чем я говорил, что в наших краях традиции очень сильно намешаны. Тут и православные традиции, языческие, и Масленица, и вот еще и Мерцешор добавился. Много желаний загадали? Да, три. Три? Айфона второе? Это все есть. На Мальдивы. Скажи, на Мальдивы. А сзади не Мальдивы? Да, сзади интересный тоже вариант. Не забываем про желания. Да, у нас одно, чтобы этот пипец закончился. Можно по-моему, 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 поскорее. Сверху, по-моему, нет. Не знаю, какие. Ну, на, придем на такой. Приятно. О, еще чья-то ленточка. Загадали желания? Обязательно. Обязательно. Три заветных желания. То рыбки загадывают, а мы этому святому дереву загадываем. Надеемся, что... И, как говорится, верим в это, что наше желание обязательно исполнится. Что ты снимаешь? Что ты снимаешь? Что пить? Кого сжигать, в конце концов? Как правильно встречать весну и провожать зиму? Остается главное, да, это сжечь чучело. Вот. И уже вместе с чучелом сгорит все обиды, все горести, все холода уйдут в сторону. Вот. И доесть эту тарелочку с блинами. Юра, еще блинчик. Ты знаешь, я, кажется, уже блинов наелся. Хотя давай. Ты же показал свое мастерство? Да. Да. Мастерство, как говорится, на дедами не уходит. Не проешь. Угу. И, кстати, друзья, по-моему, мы вам сегодня, во всяком случае, постарались наглядно донести. Лучше один раз поучаствовать, чем долго смотреть все это по телевизору. Так что поднимайтесь и айда с нами. До следующего года. Давай на скорость. Ну, ты понимаешь, что победит, да? Ну, ты понимаешь, что победит. Субтитры сделал DimaTorzok